Почему пророк, любимец Всевышнего Аллаха, был подвержен таким пыткам, таким испытаниям? Когда он ему говорил, отрекись от религии, иначе говорят, так я тебя буду постоянно мучать. Кто-то взял, высыпал на него глину. Он был настолько стойким, с подвижником, у него был такой иватихат, такой ягин, что вот эти вот мелкие трудности, которые были на пути ислама, у них даже трудностей не считал. Мы останавливались на прошлой лекции, на том, как пророк, саллиллаху алейкум, уже начал открыто призывать к исламу, когда Всевышний Аллах не спасал аят, после того, как Умар, р.а., уже принял ислам. И вначале, когда уже был открыт призыв, урайшиты, многобожники, они такого явного, такого сопротивления, они оказывали пророку, саллиллаху алейкум, мусульманам не вредили. Но в ходе процесса этого призыва, пророк, саллиллаху алейкум, когда им их призывал, когда им задавал вопросы, получая от них такие глупые ответы, когда пророк, саллиллаху алейкум, спрашивал, как вы можете поклоняться какому-то камню, который не несет никакого вреда или пользы, у них такие были глупые ответы, и пророк, саллиллаху алейкум, стал их уже ругать, упрекать, говорить о том, что они глупостями занимаются, и тогда уже урайшиты уже начали противостоять, начали вредить. Вот до этого они просто предостерегали, говоря, что пророк, саллиллаху алейкум, он хочет как бы аннулировать религию наших предков, религию, тех идолов, которым мы столько поклонялись. Просто такие разговоры были. Тут уже они, когда получили свой адрес укор, упрек, им это начало задевать, и они уже как бы договорились, вот решили вот так вот помучать, решили вредить пророку, саллиллаху алейкум, и мусульманам. И были сподвижники, такие как Ясар, его супруга Сумайя, их убили вообще, для того, чтобы они отошли от религии своей. Они, когда отказались от религии отходить, их убили. Белял, ради Аллаха, на его грудь, который был хозяином, который был Убайю ибн Халяв, он положил на его грудь камень, он лежал на палящем песке, и когда он ему говорил, отрекись от религии, иначе, говорит, так я тебя буду постоянно мучать, он говорил слова Ахадун Ахад, Аллах один, единственный, и про Беляла сказано, если бы на нем, говорит, этот камень не переставал оставаться, пока не наступит судный день, Белял, говорит, не переставал бы произносить слова Ахадун Ахад. Он был настолько стойким, сподвижником, у него был такой этихад, такой ягин, что вот эти вот мелкие трудности, которые были на пути ислама, у них даже трудностей не считал. Потом был такой сподвижник Хабаб ибн Арат, его госпожа, которая тоже была идолопоклонницей, она брала железо, она этим горячим железом, она его конечностью прижигала, для того, чтобы он отошел от религии. И в один из дней, когда пророк, саллил ау алейкум, после этих трудностей, сел передохнуть в тени Кааба, постелил свой плащ под себя, Хабаб ибн Арат, он проходит после этих пыток и говорит о посланнике Аллаха, «Посмотри, что они с нами делают, неужели ты не попросишь у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах их наказал?» Пророк, саллил ау алейкум, ответил, «Те, которые были до вас, единобожники, их Всевышний так испытал, что пилой, начиная с макушки головы, на самом ногу, напополам их пилили, но это, говорит, «И мне помешало стойко верить во Всевышнего Аллаха». Аллах, говорит, обязательно поддержит. Вот какой был, больше он ничего не сдал, даже не попросил, дуа даже не сдал против этих людей, которые так сильных утали. Один из них, сам пророк, саллил ау алейкум, шел по одной из улиц, кто-то взял, высыпал на него глину. Он вернулся домой, и одна из его дочерей встает, плача, встряхивая с него пыль, и пророк, саллил ау алейкум, говорит, «Не беспокойся, дочка, Аллах, говорит, обязательно нас поддержит». Другой день, вот у него было два соседа с обоих сторон, один его родной дядя Абу-Ляхаб, с другой стороны Лукбат ибн Абим-Муайд, вот, и вот этот его родной дядя, он постоянно бросал мусор, там, всякую грязь, на пути пророка, саллил ау алейкум, когда он выходил из своего дома. И пророк, саллил ау алейкум, он всего лишь ему говорил, «О, говорит, сын Абдул-Манафа, тогда, говорит, это, да, соседство. Разве такому соседству тебя обучали твои предки? Это же, говорит, даже если, например, не будем брать религию, вообще с человеческой точки зрения, твои предки же, говорит, не такими людьми были. Больше он ничего ему не говорил». И тогда однажды его другой сосед, Лукбат ибн Абим-Муайд, он его пригласил на свадьбу, пророк, саллил ау алейкум, ему говорит, «Я, говорит, клянусь Аллахом, к тебе не приду на свадьбу, пока ты не уверуешь во Всевышнего Аллаха». Лукбат ибн Абим-Муайд, он произнес формулу шахады, принял ислам, и это доходит до Убая ибн Халефа, до господина Беляла, радия Аллаху англа. Они были близкими, друзьями. И Убая ибн Халеф приходит к нему, и он говорит, «До меня, говорит, дошла история, что ты принял ислам. Неужели это правда?» Тот, говорит, Лукбат говорит, «Да, говорит, ко мне пришел почтенный человек, то есть пророк, саллил ау алейкум, и он, говорит, мне условия поставил, что он у меня не будет кушать, пока я не приму ислам. И мне, говорит, стыдно стало. Для них же это было позором, чтобы человек пришел к нему домой, не покушал, ушел. Это их честь задевало. И чтобы свою честь, чтобы сохранить, отдать, он решил ислам принять для галочки. И тогда этот Убая ибн Халеф говорит, «Тебе, говорит, является запретной дружба со мной. Мое лицо, говорит, для твоего лица является запретным до тех пор, пока ты не плюнешь, говорит, в лицо пророка, саллил ау алейкум, пока ты его не придушишь, пророка, саллил ау алейкум, и пока ты его по глазам, говорит, не ударишь». И тут же этот Рукбат ибн Абиму Айд идет к пророку, саллил ау алейкум, и начинает это все делать. Он его начал душить, он ему плюнул, вот в сироту л-халебейт написано, это плевок, говорит, не дошел до пророка, и он обратно, говорит, в него же, говорит, вернулся. Он его и по глазам тоже ударил. Вот в этот момент Абу Бакар, ради Аллаху ангу, это все около Кааба происходило, он оказал поддержку, помог пророку, саллил ау алейкум, плача, говоря, «Неужели вы убиваете человека от того, что он просто говорит, мой Господь, это Аллах?» Как можно говорить из-за этого? Это же вообще нечеловечно. Как бы там ни было, там вот религию убирая, просто с человеческой точки зрения, со стороны чести и достоинства, это же вообще не подобает. Видно же, что вы неправильные вещи делаете. Вот, в Фатиме, в один из дней, когда тот же самый лукбат, он, когда пришел, бросил эти вот остатки после рода, то, что остается, прямо вот, когда пророк саллил ау алейкум, он суждал, на его спину это положил. Пришла Фатима, радия Аллаху, она плача, начала чистить это все. И она говорит, дуа сдала, говорит против этих людей. Вот так много было вот трудностей у пророка, саллил ау алейкум, у сподвижников. И это все, для чего делалось? Вот любой человек может задать вопрос, эти трудности, они и в наше время есть. И вот этот самый такой очень важный вопрос, через который шайтан, он сбивает многих людей с пути истины. Вот, почему пророк саллил ау алейкум, любимец Всевышнего Аллаха, был подвержен таким пыткам, таким испытаниям? В первую очередь, вот человек, он так создан Всевышним Аллахом, что когда он находится в здравии, когда у него здоровье полноценное, когда у него есть деньги, когда у него есть уважение, когда у него все хорошо, он непроизвольно начинает претендовать на божественность. Он нужду, он сушит на старапство, он уже потихоньку терять начинает. А когда у человека бывает проблема, болеет, чего-то не хватает, он сам того не понимает, непроизвольно, он чувствует себя, как должен себя чувствовать раб, и он обращается все время ко Всевышнему Аллаху. Другая мудрость это то, что когда люди, призывающие к Исламу, после которой будут пророк, до Судного дня, эти люди, когда будут какие-то трудности, с трудностями сталкиваться на пути призыва к Исламу, чтобы они понимали, какие трудности испытывал пророк, если даже он испытывал, то о нас что говорит? Всевышний Аллах в Куране говорит пророку, али-а-салям, я, говорит, рассказываю тебе истории предыдущих пророков, как Аллах их испытывал, для чего? Для того, чтобы это было, чтобы сердце, чтобы твое сердце успокаивалось. Вот Закаря, али-а-салям, пророк Всевышнего Аллаха мы знаем он спрятался в дерево и Иблис подсказал иудеям, что он находится в дереве они начали его пилить вот с макушек головы когда говорят вот это лезвие пилы достигло его мозга он говорит вот ах ах вот так говорит это стонный начал произносить и Всевышний Аллах говорит ангелу Джибрил али-а-салям передай Закаре али-а-салям еще один стон я вычеркну его из списка пророков и вот так его спилили до конца напополам вот эти истории они очень сильно успокаивают вот мы видим какие-то мелочные моменты у нас бывают испытания болезни там что-то там бывает нам уже тяжело становится как только мы вспоминаем истории этих людей мы думаем если даже таких приближенных своих Всевышний Аллах так сильно испытывал тогда нет уже никаких проблем вот имам Шарани говорит Аллах говорит наделил меня по милости своей таким характером таким качеством что вот эти трудности которые я переносил которые Всевышний мне доставлял они были не знаком гнева Всевышнего Аллаха в мой адрес а знаком своей любви почему потому что у меня говорит хорошее мнение о Всевышнем Аллахе вот самое лучшее вот чем приближались наши праведные предшественники ко Всевышнему Аллаху это было хорошее мнение о Всевышнем Аллахе не так вот при каждой мелочи это злиться на это положение то есть на хадар Аллаха а тем самым злиться на Всевышнего Аллаха это же самое худшее когда человек он Аллахом недоволен насколько раб доволен Аллахом настолько Аллах доволен рабом а как можно понять человек Аллахом доволен или нет когда он доволен обстановкой в которую Всевышний Аллах его ввел этого раба вот другой урок другая мудрость если бы например этих испытаний не было тогда верующих людей от лицемеров тоже невозможно было бы отличить у всех когда все хорошо казалось бы что все люди верующие а вот мусульманин или же лицемер их невозможно было бы определить и вот этот Укват ибн Абим Айд этот человек он это все сделал то что выполнил условия то что Убай ибн Халяв ему предъявили условия после этого вроде бы человек вступил в религию а потом отступил и Аллах в Коране говорит об этом случае Аллах не спасал аят я вайлята лайтани лям аттахид Халиля говорит о горе говорит мне если бы я не держал себе вот такого друга вот в наше время много видим людей наших братьев из-за какого-то там из-за отца из-за своего тухома человек видит явную истину кто на самом деле ислам исповедует кто ведет к объединению явно человек видит а кто ведет к разделению и вот несмотря на вот вот эту вот явную истину человек из-за своего отца из-за своих друзей из-за своих братьев и так далее он закрывает глаза на эту истину и в судный день хоть даже он мусульманин якобы мусульманин но продавший эту истину из-за своих мирских моментов Аллах его поднимет с этим человеком ухбатом ибн абим айтам почему потому что он тоже будет одним из тех людей которые будут говорить о Аллах горе мне горе если бы этого человека я своим другом не считал вот пусть Аллах нас сохранит если Аллах не сохранит у нас тоже ничего не получится нам просто вот что нужно сделать перед Всевышним Аллахом просто признать свою слабость и сказать о Аллах я намереваюсь получить твою поддержку в том где есть твое удовольствие и все вот это намерение оно уже хватает даже это намерение мы просто не делаем вот в чем у нас проблема альхамду лилахи раду аллимин альхамду Продолжение следует...